Что касается влияния на режим, что здесь могут сделать международные организации, международные парламентские структуры? Ну, смотрите, есть два уровня, скажем так, есть два плана. Один очень прикладной, другой очень общий. Прикладной состоит в том, что все равно возможны какие-то переговоры, ну, например, об обменах, о возвращении детей, об обмене пленными, об обмене телами. Они происходят на уровне омбудсменов стран, и они происходят также при посредничестве или при участии международных организаций. Это, скажем так, один трек, как выражается в международной политике. Второе – это направление чрезвычайно общее, и оно состоит вот в чем. Необходимо снижение легитимности российского режима. Для того, чтобы там произошли какие-то изменения, вот я сегодня на совместном заседании трех комитетов ПАСЭ про это говорила. А, опять же, выражаясь сугубо циничным языком политических инструментариев, необходимо, чтобы элиты перестали свое благополучие связывать со стабильностью режима, к которому они принадлежат. Вот для того, чтобы это произошло, много чего должно случиться. Понятно, что военное поражение в этом смысле наилучший, скажем так, побудитель. Но и санкции, и какое-то там международное осуждение, и, например, непризнание результата выборов, которые, электоральные процедуры, как мы это называем, которые у нас случится, скорее всего, случится в марте 2024 года, это тоже вот такие, скажем так, толчки и признаки, которые российским элитам должны показать, что их положение не становится никак лучше, а становится хуже от того, что они держатся за этот статус-кво. Персоналистские автократии называются персоналистскими не без причины, власть концентрируется в руках, так сказать, головы и его ближайшего окружения, но, как вы понимаете, ни один тиран, диктатор и автократ не правит самостоятельно. То есть он сам никого в тюрьму не тащит, никакую, так сказать, нефть по трубам не гоняет, вообще ничего такого не делает. Он дает указания, которые выполняются. Вот дисфункция режима наступает, когда указания перестают выполняться. А для того, чтобы посмотреть, как это выглядит, мы можем взять два примера. Это, собственно говоря, мобилизация, которая вроде как прошла, но обратите внимание, как быстро она была свернута и как торопливо было объявлено о том, что все-все-все больше этого не делаем. И через месяц, чем через год после вот этой самой активной фазы мобилизации в Российском кодексе об административных правонарушениях появились специальные новые статьи, которые наказывают за, скажем так, несотрудничество с мобилизационными мероприятиями, наказывают руководителей предприятий и должностных лиц. То есть был какое-то неучастие, был какой-то саботаж, ну и было массовое бегство, оно было очевидно. Вот это вот, так сказать, нежелание особенно активничать в деле мобилизации было менее заметно. Тем не менее, по действиям системы мы видим, что для нее эта мобилизация была травматическим опытом. Они стараются этого не повторять. И второй пример, это, конечно, Пригожинский бунт. Вот что такое бездействие уже теперь силовых структур. Вот вам едет, так сказать, колонна на Москву поговорить, а может кого-нибудь на фонаре повесить, и никто особенно против этого не возражает. Вот это вот примеры не самой пока режимной дисфункции, но что называется ее некоторых признаков. Вот когда вы отдаете приказ и ничего не происходит, вот это точка слова. Позвольте еще, кстати, на выборах, вы уже частично затронули, ряд международных СМИ сообщает о том, что до начала выбранного процесса в Российской Федерации о мобилизации речи идти не будет, никакой мобилизации не будет. Мол, обсуждая то, что Путин боится падения рейтингов. О каком падении рейтингов и выборном процессе можно говорить, если по факту уже в который раз мы видим выборы без выбора. Кроме Путина нет никого. И если ты проголосуешь против, возможно, это будет твой последний голос в твоей жизни. Нет, голосовать против можно, за это пока никого не наказывали. А дело просто в том, что объявленные результаты не очень зависят от того, голосовал ли кто-нибудь за кого-нибудь. Зачем тогда? Да. Вообще. Хороший вопрос. Часто его приходится слышать, потому что не так легко понять природу авторитарных выборов. Они по форме похожи на демократические, по содержанию, похоже, мало. Из этого часто делается вывод, что они не важны. Что это такая формальная процедура. Она неформальная. Она крайне важная. Поэтому мы говорили с самого начала, что несмотря ни на какую войну выборы не отменят, что они пройдут в срок, что это чрезвычайно значимо для системы. Таким образом она переподтверждает свою легитимность. А в чем состоит переподтверждение? Оно состоит в двух вещах. Во-первых, бюрократия, которая организует выборы, должна показать, что она их в состоянии организовать, что она лояльна, что она эффективна, что у нас вот этот всенародный праздник проходит гладко, красиво, как положено. Выглядит прилично. Ну, с их точки зрения, выглядит прилично. И второе, граждане должны, те из них, кто относится к административно-зависимому электорату, прийти и проголосовать. Остальные должны остаться дома. Понимаете, да, что большинство ведь всегда не голосует. Списочное большинство не голосует. И все вместе должны не возражать, не протестовать после объявления результатов. Опять же, как бывает, когда это условие не соблюдено, мы видели в Беларуси в 2020 году. Вот это был слом авторитарных выборов. В России, скажем так, пока не похоже, что мы в этой точке, но выборы важны. И выборы пройдут, если не случится что-то совсем чрезвычайного, там инкубент куда-нибудь не провалится сквозь землю, то выборы пройдут. Они покажут ровно тот результат, который, что называется, который задано. Действительно, я согласна, это было и мое предположение тоже, что в довыборный период никаких мероприятий, способных ажитировать граждан, не будет проводиться. Дело не в рейтинге, нет там никаких рейтингов. Дело, во-первых, в том, что система не может проводить два мероприятия одновременно. Точно так же, как когда начался призыв регулярный, мы сказали, все, значит, выдохнули, пока призыв не закончен, пока результаты выборов не объявлены. Скорее всего, если, опять же, не случится чего-то экстраординарного, никакой мобилизации не будет, активизации мобилизации не будут, будут набирать через контрактников, через прессование срочников, чтобы они заключили контракт. Вот такими способами. Так, похоже, и происходит. То есть машина эта не может выполнять два задания разом, и она не может рисковать вот тем, о чем я говорила, вот таким ползучим саботажем. Понимаете, не протестов боятся. Боятся того, что ты скажешь, а ну-ка все мобилизовались, и ничего не произойдет. И тогда станет ясно, что машина не работает.